Возможно, вы просмотрели ролики, где отдельный ролик 9 аят, отдельный ролик 10 аят 11 сура. 11 сура, 11 аят из Священного Корана. И он дает очень важный штрих, очень важное завершение тем двум. В 9-ом были сказаны, приведен был пример, как не стоит поступать. В 10-ом аяте был приведен пример, как не стоит поступать. Когда тебя постигают трудности, нельзя отчаиваться. Когда у тебя все хорошо, нельзя переполняться таки и радостью, и самолюбованием, самовосхвалением. И вот здесь говорится, кроме терпеливых. То есть большинство людей вот так вот и проживает свою жизнь. Трудности произошли, все, они начинают пить, курить, наркоманить, ругаться, отчаиваться, целыми днями тидера смотреть. Все у них хорошо, все, они уже задрали свой нос выше небес и думают, что они все могут любую проблему решать. Ничего подобного. А вот люди, которые чувствуют химию жизни, они чувствуют динамику жизни, они чувствуют философию жизни не в каких-то там философских разговорах, а вот именно в самой жизни, в ее процессах, событиях, неожиданных обстоятельствах. Они чувствуют жизнь. И понимают ее правила, правила, дабы быть счастливым в полном понимании этого слова, и в земном, и в вечном. И вот правильно относятся к жизненным обстоятельствам – это те, которые терпеливые. Они не просят терпения, как в хадисе сказано. Не просите убого терпения, а просите жизненные силы, энергии. Но они проявляют терпение. Верующие люди, для которых вера – это не пустой звук, какой-то мертвый ритуал, а нечто большее. Их сердца живы, их интеллект, он ясный, он прямо-таки временами аж весь сверкает, мозг такой от ощущений, от каких-то озарений, вдохновений. Те, которые терпеливы, что бы ни происходило, они не умеют терпеть, что бы ни происходило, они умеют не давать свободу эмоциям, что бы ни происходило, они сдержаны, последовательно, экономичны, строги к себе в первую очередь. Те, которые терпеливы и делают благие дела, неважно хороший у них период в жизни или плохой, трудно им или легко, больно им или нет. Они смотрят на жизнь, как на возможность и вообще обстоятельства, как на возможность сделать что-то хорошее другому человеку, близкому тем более человеку. Сделать что-то хорошее, полезное. Они анализируют в этом, они не закрываются от мира, они открыты миру, в том числе даже где-то у них плохое настроение, они уже устали, и столько терпели, и столько мучились. Но сталкиваясь с человеком, они заставляют себя улыбнуться. Потому что и в этом есть милость, они говорил пророк Мухаммад Али-Исса. И это, та же улыбка, является благодеянием. Так вот те, которые проявляют терпение и совершают благие дела таким людям. То есть независимо от жизненного периода, независимо от того, что это резкий подъем, либо просто слишком и неожиданный, и очень низкий спад, неважно. Они проявляют терпение, они совершают благие дела. Такие люди получат в итоге от Господа полное прощение. И громадное божественное воздаяние, квадрат на скобках и в земной обители, и в вечной. Али-Исса. 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 Али-Исса.